Здравствуйте! Сегодня в нашей студии Марьяна Кристалинская, председатель общественной палаты Одинцовского городского округа и Елена Пешихонова, председатель комиссии открытости власти и противодействия коррупции. Добрый вечер, Марьян, добрый вечер, уважаемые жители Одинцовского городского округа. Очень рада вас видеть, тема действительно актуальная, но все-таки, Марьяна, вы за масочный режим? Я за здоровье, прежде всего, за безопасность, и поэтому я считаю, что необходимо сейчас соблюдать те требования и, ну скажем, те условия, которые нам выдвигает сейчас Роспотребнадзор. Я понимаю, что, может быть, некоторым людям это кажется чрезмерным, некоторые считают, что, может быть, это не нужно и не важно, но, тем не менее, я за соблюдение масочного режима. Но эффект испытан на себе, потому что и в первую волну я знаю, что вы неукоснительно соблюдали все требования и дистанции, и маски, и нигде, в общем-то, в общественных местах без маски не появлялись. Да, это так. Тем не менее, я могу сказать, что, ну, наверное, основная идея, да, которой люди, разбирающиеся, естественно, в этом вопросе, пытаются донести до людей, до жителей, то, что в любом случае ношение маски сокращает количество вирусов, которые могут попасть человеку от какого-то другого человека, который является носителем вируса. И, конечно, скажем так, это может в определенной степени облегчить течение болезни и, возможно, конечно, просто, ну, перенести это все в легком виде. Я знаю, что общественная палата активно мониторит ситуацию. Вот все-таки в муниципалитете жители более сознательно относятся к этому вопросу. Чаще стали одевать маски в общественных местах? Вот как ситуация обстоит? На самом деле, конечно, мы подключились достаточно активно к мониторингу соблюдения масочного режима и ввели определенную профилактическую работу с населением. Естественно, все это надо делать очень аккуратно, просто объяснять, просто убеждать людей без какого-либо давления, уж не дай бог, не применяя какой-то грубой формы общения. Но, тем не менее, я могу сказать, что сейчас, в последнее время, мы видим, что люди стали более ответственно относиться к соблюдению масочного режима, ну и практически во всех общественных местах соблюдает эти условия. Ну и все-таки и бизнес, и сообщество поддерживает все эти инициативы и достаточно четко дает инструкции персоналу. То есть, в принципе, на сегодняшний момент невозможно зайти в магазин без маски, тебе просто ничего не продадут, нельзя зайти в аптеку. То есть, ни в одно общественное место тебя не пустят без маски. Причем, даже если у вас ее нет, вам ее предложат одеть. И дадут бесплатно. Ну, в большинстве мест, хотя все-таки остаются те магазины, салоны, в которых все-таки придется приобрести маску, если у вас ее нет. Да, наверное, это все зависит от, скажем, от владельцев, от администрации тех заведений, куда человек приходит, да, где-то предлагают, где-то настоятельно рекомендуют купить, приобрести, где-то, может быть, в аптеке. Но, тем не менее, сейчас практически не остается мест, куда можно зайти без маски. Елена, вы в этом случае какую сторону придерживаетесь? Вы все-таки за масочный режим или негативно относитесь к маске? Потому что нельзя сказать, что общество разделилось пополам, вот это мнение. То есть, мне кажется, все-таки большинство сознательных взрослых людей, конечно же, маски носят. Ну, Мария, негатива нету к отношению к тому, что рекомендуют носить масочный режим и носить маску в общественных местах. Я считаю, что как раз-таки тот, кто все-таки чувствует себя нехорошо, болен, есть признаки ОРВИ, обязательно должен носить маску. Вот именно те, кто больны, точно должны носить маску. А еще обязательно должен остаться дома, не приходить на работу. По крайней мере, воздержаться от посещения. Нейти в аптеку, в магазин, то есть сейчас есть доставки, и, в общем-то, можно позвонить друзьям, близким. Я думаю, что волонтерам, опять же, да, и все сразу же устремятся, чтобы решить тот или иной вопрос. Но самое главное, конечно же, не подвергать опасности окружающих. Вот то, чего мы так боимся. Мы все говорим о том, что не хотелось бы, чтобы снова вернулись те жесткие меры, ограничения, которые были в первую волну пандемии. Конечно же, вот самая большая опасность сейчас в этом. Самоконтроль. Самоконтроль. Мы сегодня говорим о том, что мы за масочный режим, носим маски в общественных местах. Если у вас другое мнение или вы поддерживаете членов общественной палаты и телеканала Денцова, звоните в нашу студию. Напоминаю, мы работаем в прямом эфире по телефону 8495-508-86-84 и высказывайте свое мнение. Общественная палата регулярно проводит рейды в округе и напоминает о необходимости соблюдения масочного режима. Давайте посмотрим, как хорошо соблюдают жители нехитрые правила. Многофункциональный центр на Можайском шоссе. Практически все посетители в масках. К тем, кто все же игнорирует правила, члены общественной палаты подходят с разъяснительными беседами. К сожалению, мы увидели, что вы без маски. Вы не скажете, почему вы ее не надели? А я просто сейчас позвонила. Я до этого в маске была. Да? Да. Ну, к вам огромная просьба все-таки, да, стараться сохранять масочный режим. Хорошо. Потому что действительно это сейчас очень важно. Хорошо. Спасибо вам большое за внимание. Я забыл. У меня есть маска. Сейчас я одену. Все будет нормально. Если кто-то из посетителей пришел в МФЦ без маски, ее можно получить прямо на ресепшене. У менеджера всегда под рукой новые защитные средства. Без них на прием не попасть. Но, как показывает опрос, большинство жителей надевают маски не потому, что этого требуют правила, а потому, что осознают степень опасности. Я считаю, что нужно соблюдать, да. Потому что мы боимся. У нас возраст такой. Мы боимся. Мы соблюдаем. После посещения МФЦ представители общественной палаты прошли по торговому центру. В основном посетители в масках. Единственное, что не все их правильно носят. Ну, потому что, наверное, дышать не очень удобно. Общественники напомнили нарушителям, что маска должна полностью закрывать дыхательные пути. В противном случае средства защиты малоэффективны. А пассажирам общественного транспорта даже разъяснительные беседы не понадобились. Они в полной мере соблюдают меры предосторожности. На самом деле, что радует, что действительно в общей сложности, конечно, люди соблюдают масочный режим. И, ну, также, скажем так, объясняют, почему это необходимо, почему это важно с их точки зрения. Естественно, есть люди, которые считают, что это не так, что это не нужно, что они не болеют. Вот. Но мы со своей стороны ведем просто разъяснительную работу и объясняем, почему это важно в данный момент. Общественники еще раз подчеркивают, несоблюдение масочного режима увеличивает риски распространения коронавирусной инфекции. Они призывают каждого жителя Одинцовского городского округа ответственно относиться и к собственному здоровью, и к здоровью окружающих. Я напоминаю, вы смотрите программу «Главная тема». Мы работаем в прямом эфире. Звоните нам по телефону 8495-508-8684 или оставляйте свои комментарии в Инстаграм. Там тоже идет прямая трансляция. Мы, Марьяна, вот сейчас в сюжете наглядно увидели, что, казалось бы, вроде бы все посетители МФЦ практически в масках, но кто-то носит ее неверно. Вот, кстати, как вот в этом случае вы действуете и насколько лояльно воспринимают информацию из ваших уст жители? Ну, на самом деле ситуации бывают разные. Безусловно, все зависит, наверное, от того посыла, с которым ты подходишь к человеку, насколько ты агрессивно пытаешься человеку объяснить, что, например, он неправильно надел маску. Поэтому, понимая это, безусловно, мы пытаемся очень корректно человека попросить поправить маску и надеть ее так, как это должно быть. Но все-таки негатива нет в ваш адрес. Ну, иногда бывает, безусловно. Мы понимаем, что не всегда такая общественная работа бывает благодарной. Но, тем не менее, мы, наверное, понимаем те цели, задачи, которые перед нами стоят. Мы понимаем, для чего мы это делаем. Поэтому, ну, достаточно снисходительно относимся к таким людям. Но, в общем-то, могу сказать, что люди с пониманием относятся. Просто говорят, ой, мы забыли. Ой, мы просто вот там, да, как вы видели, мы по телефону разговаривали или еще что-то. И пытаются, да, сразу поправить, надеть ее правильно. Ну, самое главное, что сейчас маски есть везде, нет никаких сбоев с поставками. В общем-то, можно даже своими руками это прекрасно сделать, что многие делают. Если, например, на медицинскую маску, ну, бывает так, что есть раздражение, какие-то аллергические реакции. То есть, все-таки можно всегда найти выход, но защитить себя, своих близких и, конечно же, окружающих, что немаловажно. С какой регулярностью проходят подобные рейды? Будут ли они проводиться дальше? Ну, на самом деле, они проводятся каждую неделю. Вот, ближе к выходным мы проводим такие рейды. Пытаемся посещать места, которые наиболее востребованы у жителей нашего округа. Это МФЦ, как вы видели из сюжета. Это рестораны, то есть предприятия общественного питания, торговые центры, салоны красоты. Ну, и проводим такой мониторинг, насколько правильно и грамотно везде соблюдается и меры профилактики коронавирусной инфекции. Ну, список, тем не менее, формируете вы самостоятельно или все-таки есть некие рекомендации? Может быть, жители обращаются, пожалуйста, вот здесь проконтролируйте ситуацию. Может быть, нужно как-то помочь организовать процесс, в том числе и предпринимателям, недобросовестным, потому что нельзя говорить о том, что, конечно же, 100% сейчас все неукоснительно все соблюдают. Но это не так. Мы, конечно, стремимся к абсолюту, но пока все-таки есть еще к чему стремиться. Ну, наверное, безусловно, есть к чему стремиться, но, тем не менее, я могу сказать, что не только со стороны общественников, но и со стороны, естественно, Роспотребнадзора, администрации округа ведется достаточно жесткий контроль. Поэтому тут, хочешь не хочешь, конечно, будешь соблюдать все эти нормы, потому что, безусловно, за несоблюдение, насколько я знаю, предусмотрены достаточно большие штрафы. Естественно, если есть какие-то обращения к нам со стороны жителей, мы также охватываем и эти территории. Но так стараемся просто выборочно охватить весь округ и, скажем так, посещать в разброс те или иные наши территориальные управления. Недавно в округе запустили акцию «Маска в дорогу». Вот как вы относитесь к такому формату? Ну, мне кажется, это достаточно креативно, весело, с огоньком. И, безусловно, мне кажется, что ни у кого это не должно вызвать какую-то негативную реакцию. И спасибо нашим неравнодушным жителям за такой посыл. Но вы бы взяли маску из рук волонтеров, если бы вам предложили? Ну, если бы у меня не было, наверное, взяла. Но я всегда имею в запасе несколько свежих масок, поэтому с этим я достаточно строга. С этим проблем нет. Организаторы акции «Маска в дорогу» постарались в дружеском формате напомнить жителям о важности такого простого атрибута. Как в Звенигороде реагируют? Одевайте маску правильно, носите, надо закрыть обязательно. Носить маску нужно правильно? Носить маску действительно нужно правильно. Специалисты отмечают, что так вероятность заболеть коронавирусом существенно ниже. Но до сих пор далеко не все жители муниципалитета следуют этому простому правилу. Собой, чтобы упорать, дорожка, масочка. «Маска в дорогу» – активисты Ершовского культурного центра заботятся о пассажирах. По утрам в электричках большое скопление людей, а это значит, что вероятность встретиться с вирусом весьма высока. Вот здесь и придет на помощь медицинская маска. Мы сегодня принимаем участие вместе с нашими коллегами и с волонтерами в акции, которая называется «Возьми маску в дорогу». Но мы решили немножечко подойти более креативно к этому вопросу. Решили вместе с масками подарить всем пассажирам от бывающих электричек со станции Звенигород подарить еще и хорошее настроение. Именно хорошее настроение – залог отличного здоровья. Но не стоит забывать о дистанции и средствах индивидуальной защиты. Мне кажется, отличная идея. И вот точно у тех, кто в это утро встретился с волонтерами и получил из их рук маску вот именно таким способом, день прошел вот на все 100%. Точно настроение было отличное. Ну, я уверена, что настроение отлично, и здоровье тоже на все 100%. Елена, ну вот вам как? Мне очень понравился сюжет, и молодцы. Создали настроение на весь день. Я думаю, что завтра граждане, направившись с этим же путем на работу, будут вспоминать и даже, может, глазами искать этих волонтеров. А может быть, эти граждане сами захотят присоединиться к такому движению и тоже напоминать о том, что нужно носить маски в общественных местах, в общественном транспорте. Не забывать о своей защите и защите окружающих. Правда? Да, может быть и так. Ну, на самом деле, акции проходили не только в Звенигороде. Да, я уже сказала о том, что они проходили по всему округу. И мне очень, конечно, понравилась акция, которая была проведена в Перхушково. Тут организаторы устроили настоящий концерт. Я вот прям предлагаю еще разбавить такой энергетикой наш эфир. Одинцово, Одинцово! Тоже вирус атаковал! Но мы-то не сдаемся! Маска есть, и мы праздник! Платформа Перхушково. Восемь утра. Окончательно проснуться и вспомнить о мерах предосторожности в условиях пандемии пассажирам помогают артисты культурно-досугового центра «Молодежный». Возьмите масочку в дорогу и позабудите тревогу. Уважаемые пассажиры, возьмите масочку, берегите свое здоровье! Вирус он такой нахал, что корону надевал! Железнодорожную платформу для этой миссии сотрудники молодежного выбрали не случайно, ведь в электричках большое скопление людей и есть вероятность заразиться. Народное творчество поможет в борьбе с коронавирусом, уверены артисты. Мы вышли специально для того, чтобы поддержать жителей нашего городского округа Одинцова. Почему? Потому что идет время, уже устали все. И напомнить о том, чтобы мы выполняли все мероприятия по защите наших организмов от этого проклятого вируса. А со всей стороны, как работник культуры, мы хотим песнями и частушками поддержать народ, чтобы они своим энергией, как говорится, были бодрые и здоровые. И в масках. И в масках, да. В то утро артисты раздали более 50 масок. Сотрудники КДЦ «Молодежный» и в дальнейшем готовы проводить такие акции. Они уверены, что наличие маски и позитивный настрой – это залог здоровья. Я напоминаю, что не только шутками и прибаутками рассказывают про необходимость носить маски в общественных местах. Безусловно, есть и штрафные санкции. Но тем не менее, мне кажется, вот такая подача, она больше заряжает на то, чтобы, конечно же, соблюдать неукоснительно все эти правила. И запоминается больше всего, да, когда ты приходишь на платформу, а здесь частушки, песни, и кажется, что уже и коронавирус не такой страшный. И, в общем-то, жизнь-то наша прекрасна, полна красок, и все замечательно. Ну, на самом деле, я думаю, что никого уже рука не поднимется негативно отнестись к просьбе надеть маску. Тут уже вот явно с улыбкой. И никто не будет агитировать на то, чтобы не носить маски, потому что это вредно, и еще миллион причин, почему это делать не стоит. Мы за маски носим маски в общественных местах, в общественном транспорте, бережем свое здоровье, здоровье своих близких. Я напоминаю, мы работаем сегодня в прямом эфире в нашей студии представителя общественной палаты Одинцовского округа. Вы можете позвонить, задать свой вопрос или обратиться прямо вот у нас напрямую к председателю общественной палаты Марины Кристалинской, к Елене. Так что звоните, наш телефон 8495-508-86-84. Я напоминаю, мы работаем в прямом эфире. 16-20 октября в Дубках прошел личный прием. Граждан, с какими вопросами обратились к общественникам Одинцовцы, расскажет Оксана Зеленкова. Она с нами на прямой линии. Оксана, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер, Оксана. Все-таки первые вопросы. Вы за маски? Мы за маски. У нас очень во всей культуре, во всех учреждениях культуры нашего Одинцовского округа очень четко осуществляется фильтр посетителей. Это и температуру меряют, и смотрят, чтобы в снег приходили в масках, ну и кто-то из футболков. Ну, вам понравилась идея проведения акции «Маска в дорогу» и то, как с этим справились ваши коллеги? Да, замечательная акция. Действительно, я думаю, что многие другие дома культуры, библиотеки сейчас подхватят ее. И на многих станциях нашего округа еще будет много ярких творческих вступлений, я думаю. То есть, если раньше были выездные бригады, то здесь можно просто выйти в массы, зарядить всех хорошим настроением. Ну, по сути, провести массовое, ну такое, ну не массовое, но мероприятие на открытом воздухе, культурное мероприятие на открытом воздухе. Конечно, позитивное использование. Но, тем не менее, вернемся к теме нашего разговора. Как прошел личный прием, с какими вопросами обращались жители, что волнует жителей лесного городка? Вы знаете, вопросы были разного характера. Это вопрос в ЖКХ и по освещению. Также обратились жители с тем, где делать тест бесплатно. Так, у нас небольшие технические неполадки. Я надеюсь, что Оксана вернется к нашему разговору, расскажет про личный прием. Подобные мероприятия, Марьяна, проходят тоже регулярно. Получается, комиссии распределены территориально по округу и на постоянной основе проводят эту работу. Ну, на самом деле, да. Мы приняли решение, что надо уже начинать прием граждан. Все комиссии у нас задействованы. И мы, конечно, охватываем весь Одинцовский городской округ. То есть у нас есть определенный график, когда каждая комиссия у нас выходит на прием граждан. Мы даем предварительный анонс этого мероприятия. И, естественно, пытаемся, наверное, каким-то образом охватить все проблемы, которые есть у людей. Принимаем все какие-то проблемы, заявки. И пытаемся их отрабатывать, естественно, совместно с администрацией Одинцовского городского округа. Мне подсказывают, что Оксана с нами на связи. Оксана? Да, я здесь. Все, отлично. Итак, что же волнует жителей лесного городка? С какими проблемами к вам пришли на личный прием? Проблемы у нас разного характера. Это были проблемы по ЖКХ, освещением. Но также вот к нам обратилась жительница села Дубки с просьбой о том, чтобы свежая газета Одинцовская теленеделя была в свободном доступе в Дубковском доме культуры. Благодаря главному редактору данной газеты вопрос решился будет быстро очень. То есть сейчас газета в наличии, и все жители могут, посетив Дом культуры, взять любимую газету? Совершенно верно. Теперь у нас каждую неделю можно прийти и в свободном доступе взять... Одинцовскую неделю, газету Одинцовская неделя. Оксана, вот вы сказали о том, что были вопросы и другого характера. Вот все-таки как дальше маршрутизация осуществляется? Куда они попадают и насколько быстро в другие комиссии, в профильные комиссии? Ну да, у нас есть профильные комиссии. И вот тут же все аккумулируем, отправляем нашему замечательному секретарю общественной палаты. И уже адресно перенаправляются, начинается работа по конкретным обращениям. С какой регулярностью проводите вы личные приемы? Как к вам можно записаться, попасть? По какому адресу? Давайте вот напомним такие данные для жителей лесного городка. Возможно, кто-то еще об этом не знает. Прием осуществляется один раз в месяц. Проходит он в Дубковском доме культуры, село Дубки, улица Советская, дом Синь. Ну и в принципе, есть городской номер телефона, можно позвонить всегда у знак 498-698-9705. Можно к нам обратиться, позвонить. Я всегда на месте здесь, если есть какие-то обращения, даже в другой день можно прийти и пообщаться. Ну по сути, вы всегда на связи с жителями своего поселения? Конечно. Конечно, мы рады любому гражданину приходить и будем и проблемы обсуждать, и хорошие какие-то идеи, которые возникают, может быть, будем реализовывать. Спасибо, Оксана. Здоровья вам и вашим близким. Оксана соблюдает масочный режим, поэтому все прекрасно, поэтому полна сил, энергии и работает на благо Одинцовского округа, как и все остальные общественники. Также совсем недавно у вас прошел бесплатный день юридической помощи. Марьяна, расскажите про этот проект. Это не первый раз проходит по инициативе общественников подобные мероприятия. На самом деле, раньше общественная палата проводила, предыдущие созывы общественной палаты проводили такие дни бесплатной юридической помощи. Мы решили, конечно, подхватить опыт наших коллег и продолжить нашим новым созывом общественной палаты в этом году такие акции. И вот в эту субботу у нас как раз проходил такой день. 24 октября. Да, 24 октября в волейбольном центре с 10 до 4. 10 представителей общественной палаты проводили прием. Жители по различным вопросам юридического характера оказывали бесплатные консультации. У нас не было предварительной записи, поэтому мы, конечно, не знали заранее, сколько людей придет. Но, тем не менее, мы были очень обрадованы, что акция была востребована и людей было достаточно много. Мы без работы не сидели. Подробнее. Да, ну работа началась задолго до самого мероприятия. Нам нужно было необходимо сформировать все-таки тот юридический состав консультантов, которые могли бы оказать помощь юридическую нашим гражданам, жителям Одинцовского городского округа. Мы постарались. И 24 октября акция прошла, я бы сказала, на ура. Мы приняли, наверное, около 40 человек, около 40 жителей округа. Все без исключения получили качественную юридическую консультацию. В основном могу сказать, что вопросы касались жилищных тем, земельных правоотношений, имущественного характера. Также были вопросы и с наследственной массой, и с наследством. Поэтому я думаю, что жители остались довольны. В основном акция была направлена, все-таки призывала прийти тех, кто социально не защищен, у кого имеется трудность с квалифицированной юридической помощью. Мы были рады ее оказать, и впредь тоже будем делать анонс заранее, чтобы все граждане могли, в принципе, прийти, познакомиться и получить качественную юридическую помощь. Сейчас вот все те вопросы, с которыми обратились жители, они находятся в работе? Как обстоит дело? Нет, именно день юридической бесплатной помощи был направлен на то, чтобы каждый гражданин мог получить консультацию на месте. Как говорится, под ключ. Да, под ключ. Чтобы вопрос, в принципе, был решен. То есть это не было, да, Лен, задачей, что вот... Это не было приемом, да, приемом обращения, работу. Приходите позже, да. То есть мы старались... То есть, ну, давался какой-то алгоритм? И алгоритм действий давался, и ссылки на законы, и, в принципе, кому-то подробная консультация, как обратиться с исковым заявлением в суд, поэтому... То есть это именно информация такая полезная, понятная, доступная, как человеку действовать правильно в той или иной ситуации с точки зрения именно закона? Да, в его конкретно сложившейся, не всегда легкой, а уже, может быть, даже тяжелой ситуации. Я так понимаю, что это было первое подобное мероприятие, но далеко не последнее, да, Марьяна? Нет, это было первое мероприятие, как говорится, первый блин никому. Вот, поэтому, увидев, что такая акция востребована среди жителей нашего муниципалитета, мы планируем и дальше продолжать с определенной периодичностью. Единственное, сейчас мы, ну, скажем так, немножечко опасаемся, что, может быть, да, как-то ситуация не позволит нам в дальнейшем делать это в полной мере очно, но, тем не менее, пока с соблюдением, строгим соблюдением всех санитарных требований мы это сделали, но, опять-таки, если позволит ситуация, мы планируем в начале ноября провести такую же акцию в Звенигороде. Уже есть, примерно, оговорены условия, где будет проходить? Можем сейчас озвучить? Или пока это еще все на стадии организации? Пока это на стадии организации, предварительно мы планируем это сделать в здании центральной библиотеки. В Звенигороде. В Звенигороде, да, это достаточно удобно. Удобное место расположения, все могут спокойно добраться, и, безусловно, то есть, самое главное, следить за анонсами в официальной группе Общественной палаты Одинцовского округа, либо на вашем сайте. Там есть всегда актуальная информация. Ну, и, опять-таки, в продолжение темы соблюдения масочного режима, в анонсе мы говорим, что обязательно нужно надеть маску, быть маски. Также перчаточный режим у нас соблюдается. Но те люди, которые приходили без маски или у них не было перчаток, мы предлагали одноразовые бесплатные средства индивидуальной защиты. Елена, вы сказали о том, что работа до проведения дня была достаточно масштабной. Как подбирали экспертов? Экспертов подбирали. Есть при нашей Общественной палате консультанты-эксперты, юристы, адвокаты. Вот участвовал наш консультант-эксперт Максим Довгань, адвокат. Также были сотрудники нотариата, что очень было востребовано, потому что оказалось, что граждане немного все-таки незнакомы. Есть такой юридический ликбез все-таки в получении юридических услуг у нас, так сказать, на рынке именно Москвы, Московской области. Вот многие жаловали, что сталкиваются с недобросовестными юристами. Поэтому мы, конечно, рады, что наши эксперты Общественной палаты, которые согласились с нами сотрудничать, также оказали безупречные юридические консультации. Ну и в будущем эти подобные мероприятия, эти акции будут, естественно, востребованы. И чем больше о них узнают людей, тем, конечно же, будет эффект положительный. А у нас на прямой линии Ирина Семеляк, она тоже принимала участие в проведении бесплатного дня юридической помощи. Ирина, здравствуйте. Добрый вечер. Ирина, вы за масочный режим? У нас теперь всем экспертам мы задаем первый вопрос. Вы за маску? Да, безусловно. Носите маски всегда в общественных местах, в транспорте, в общественном? Я ношу маску везде, да, естественно, и в общественном транспорте, и у себя на работе. И все наши работники также носят маски. Как проходил бесплатный день юридической помощи? Вы знаете, на мой взгляд, все прошло замечательно. Все было очень хорошо организовано. Я, в общем, первый раз в таком мероприятии участвую по приглашению в общественную палату Московского области, за что им большое спасибо, потому что, конечно, пользу от этого мероприятия получают не только те, кто приходит за помощью, но и те, кто, собственно, ее оказывает. Вот. Консультации, как мне кажется, я дала очень подробно. Я на своей работе не всегда так подробно общаюсь с людьми, как было, собственно, в этой субботе. Поэтому мне кажется, что... А какие вопросы именно закрывали вы, какие темы? Значит, у меня в основном была тема раздела имущества супругов. То есть по опыту своей работы и по опыту вот этого, собственно, дня я могу сказать, что эта тема очень популярная и, опять же, злободная. Ну, конечно, мы не будем это связывать все-таки с пандемией и с мифом, назовем это так, о том, что пандемия привела к разрушению большого количества семей, да, и все-таки вот именно с этим такой ажиотаж и интерес к этой проблеме. Я думаю, что, ну, по разговору с людьми, это не было связано с пандемией, те случаи, какие я рассматривала. Поэтому там немножко другие были проблемы, в общем, общие характеры, как говорится, семейные. Но возможно, что пандемия, конечно, сейчас всем тяжело, поэтому, может быть, и это тоже оказывает какое-то влияние. А все-таки правовая грамотность наших жителей растет? Вот по итогам бесплатного дня юридической помощи. Знаете, правовая грамотность, я бы не сказала, что она растет, я бы сказала, что растет просто, понимаете, количество возможностей, где можно получить какую-то информацию. То есть люди заходят в интернет, люди обращаются к огромному количеству каких-то фирм, компаний юридических. Но вот качество услуг, которые оказывают эти лица, вот оно иногда бывает очень сомнительное. То есть здесь нужно говорить о фильтре информации, которую вы где-то читаете, берете, или вам кто-то что-то рассказывает. То есть все-таки, наверное, вот когда такой пул специалистов, это очень здорово. Ирина, вы готовы в дальнейшем участвовать в подобных акциях? Да, безусловно, если меня пригласит акция, я с удовольствием в этом участии. Спасибо вам за звонок, Елена. Вам понравилась работа Ирины? Да, очень, очень. Я довольна. Все, Ирина может рассчитывать на приглашение. Да, да, уже мы готовимся к мероприятию, проводимому в Звенигороде, готовимся к нему. И уже я считаю, что та команда, которая слышалась 24 числа, в эту субботу, на нашем первом дне юридической бесплатной помощи, я думаю, что она будет продолжать в своем составе и впредь оказывать юридическую бесплатную помощь в таком составе, в котором она сформировалась. Также будем привлекать еще, в зависимости от вопросов, мы теперь поняли все-таки, в чем больше спрос, именно специалистов, профессионалов, это адвокатуры и нотариата, конечно же, к своей деятельности, как экспертов. Ну и, наверное, разнопрофильных, да? Это тоже очень важно, потому что люди могут прийти, вы же не знаете, с чем они придут. Да, именно так. Но, опять же, хочу сказать, что когда есть команда, все-таки по некоторым вопросам нам пришлось даже разрешать не самостоятельно вопросы, а коллективно, да, именно вот коллективно, чтобы был именно взгляд со стороны юриста, там, нотариуса, адвоката и практика, соответственно, тоже сложившаяся у каждого своя, поэтому нашли решение. Меридический консилиум. Да, 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 это тоже важно, да, коллективно. Это очень важно получить мнение сразу нескольких экспертов, лучших в своей области, но это достаточно сделать вот так вот просто самостоятельно, это дорогостоящее удовольствие, а здесь бесплатно, в общем-то, в прекрасном месте, волейбольный центр был выбран, это было очень удобно, и с точки зрения логистики, и комфорта. Действительно, большой благодарности администрации округа и руководству волейбольного центра вот именно за ту атмосферу, за те условия, которые были предоставлены нам для работы, для этой акции, потому что было все безупречно, очень доброжелательные действительно люди, администрация, и все прошло на ура. Всем было очень комфортно, очень уютно, поэтому действительно все очень здорово. Марьяна, были ли помимо вопросов, касаемых юридической помощи, обращения конкретно к членам общественной палаты? Были ли такие вопросы, приходили ли люди вот просто в том числе еще и, а вот у нас есть вопрос. Ну, там на самом деле было несколько вопросов, и они касались именно сферы ЖКХ. И как раз было замечательно, что у нас как раз присутствовал на этой акции представитель комиссии ЖКХ благоустройства и дорожного хозяйства Андрея Глазунов. И вот как раз он смог тоже на какие-то вопросы ответить и дать какие-то консультации. А мне подсказывают, что Андрей сейчас с нами на связи. Андрей, добрый вечер. Добрый вечер, Андрей. Да, добрый вечер. Добрый вечер, да. Андрей, вы за маски? Вы за масочный режим? Да, конечно. Само собой, конечно, да. Здоровье прежде всего у нас, конечно. И это прекрасно. Андрей, расскажите, как прошел бесплатный день юридической помощи? Я так понимаю, что вы получили ряд вопросов, касаемых вашей работы. В профильную комиссию попали сразу? Да. Пришедшие? Да, мне очень понравилось, конечно. Было все очень хорошо организовано. Несколько вопросов было по сфере ЖКК. Там это по городу, городок 17, это Галичный Малый Зима. Там как раз было касалось перевести, как управляющая компания давала документы и договор социального найма, чтобы приватизировать квартиру. Ну, как бы мы это в работу взяли, дали контакты свои и как бы можем работать с этим. Отлично. То есть, все в работе сразу же, незамедлительно. Да. Андрей, да, вы еще с нами на связи, да? Вы еще на связи с нами? Да, как вам. Мы вам желаем здоровья. Спасибо, что были сегодня с нами. Решайте вопросы, жители, потому что это, наверное, сейчас на первом месте. Ну, и мы надеемся, что Андрей, да, присоединится к нам и на следующий прием, на следующий день юридической помощи в Звенигороде. Марьяна, какие вот в ближайшее время общественная палата планирует проводить мероприятия? Ну, прежде чем вы ответите на этот вопрос, у нас есть звонок. Здравствуйте. Добрый вечер. Алло. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста. Добрый вечер. Это прямой эфир? Да, это прямой эфир. Представьтесь, пожалуйста. Ах, ну, парни, вот такое дело. К вам обращается инвалид третьей группы, 74 года, пенсионер, улица Можайское шоссе, дом 63. 12 апреля этого года был доставлен в отдел полиции, первый отдел полиции города Одинцова, где заразился ковидом, и пробыл в течение трех месяцев, 71 день, пять раз лежал в инфекционных больницах Одинцовского района. Так, я обратился, находясь в больнице, обратился в телефон доверия полиции Московской области. На что выйдет полиция, мне пришел ответ полиции первого отдела Одинцова, что меня никто не задерживал. С этим письмом я обратился в прокуратуру города Одинцова. А какой у вас сейчас вопрос? Вопрос такой, вопрос такой. И это должностное преступление прокуратура Одинцова прикрывает первый отдел полиции, что я там не находился вообще. Скажите, пожалуйста, представьтесь, пожалуйста, вы не представились, как вас зовут? Так, пожалуйста, Мишук Владимир Яковлевич. Владимир Яковлевич, я вас попрошу оставить... Да, Владимир Яковлевич, я вас попрошу оставить мобильный телефон. Я думаю, что в этом вопросе с вами свяжутся представители общественной палаты. Вы все детально расскажете и постараются разобраться и помочь в вашей ситуации. Спасибо за звонок. Вот как вот в такой ситуации? Ну, тут, наверное, все-таки нужно смотреть сразу с нескольких сторон и нельзя однозначно ответить на такой вопрос. Ну, я думаю, что однозначно вообще никогда не надо отвечать сразу. Да, надо попытаться разобраться. Безусловно, любые обращения граждан принимаются в работу, какими бы сложными они ни казались, на первый взгляд. Мы пытаемся во всем разобраться. единственное, надо понимать, что, скажем так, общественная палата не может что-либо сразу изменить. То есть мы, скажем так, не можем... Не волшебники. Да, мы не волшебники, и опять-таки мы не исполнительная власть. То есть, безусловно, мы принимаем обращения жителей и потом уже со своей стороны обращаемся в те инстанции, которые могут помочь нам в разрешении этого вопроса. Ну и пытаемся, конечно, добраться до сути вопроса. Ну, перенаправить жителей, помочь им разобраться в сложившейся ситуации, в том числе, имея в арсенале таких специалистов. Какие задачи сегодня ставите перед палатой, Мариан? Ну, на самом деле, опять-таки, все зависит от того, насколько, скажем так, позволит нам ситуация с ковидом. Мы очень надеемся все-таки, что при соблюдении всех требований и, безусловно, при высокой сознательности наших жителей мы сможем избежать каких-то жестких мер и все-таки проводить какие-то мероприятия. У нас скоро все-таки близится Новый год, какие-то новогодние праздники. И очень хочется, чтобы праздник был традиционной ёлкой главы, которой так ждут все и взрослые, и дети, и малыши. Это, безусловно, ну... Праздник должен быть. И он будет. Он будет, потому что мы все вместе будем носить маски, мы все вместе будем следить за своим здоровьем, обращаться к специалистам, не заниматься самолечением и неукоснительно соблюдать все рекомендации Роспотребнадзора. Согласна. Спасибо, что сегодня были с нами. Вы смотрели прямой эфир. До свидания. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова